МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Ларькам здесь не место. Рынок на Чернореченской разберут до весны. Почему не поют солдаты? Как армия спасается от эпидемии гриппа? Жизнь после пожара. Когда в сгоревшую двухэтажку вернутся вода и газ. Два человека погибли в ДТП в Ставропольском районе. Метель значительно усложнила дорожные условия. На трассе возле села Новая Бенарадка грузовик протаранил Лада Гранту. По версии ГИБДД водитель Лада не справился с управлением и вылетел навстречу, где столкнулся с фурой. Водители пассажир Гранты погибли. Пятилетний ребенок чудом выжил. Он ехал на заднем сиденье в спецкресле. С серьезными травмами ребенка доставили в больницу. Снег, метели, гололедица. В последний день зимы могут спровоцировать аварии на дорогах и повреждения на линиях электропередач. МЧС предупреждает быть осторожнее автолюбителей и пешеходов. Особенно на участке автодороги М5 от Сызрани до Жигулевска. В связи со сложным рельефом и отсутствием освещения, там аварии в непогоду случаются чаще всего. Скончался рабочий ВОТГК, который получил ожоги во время ликвидации коммунальной аварии. Напомню, в Самаре 8 февраля энергетикам пришлось устранять повреждения теплотрассы на улице Гагарина. Очевидцы утверждают, под одним из рабочих буквально провалился асфальт, и он упал в кипяток. Пострадавшего доставили в ожоговый центр больницы Пирогова. У него было обожжено 85% поверхности тела. Спустя три недели мужчина скончался. Ему был 51 год. Стихийного рынка на пересечении Чернореченской и Клинической больше нет. В последний день зимы вывезли последние ларьки. Как и обещали городские власти, к 1 марта. Стихийный мини-рынок образовался в 2004 году. Из 50 киосков только 14 имели право устанавливающие документы. Жители окрестных домов не раз жаловались на антисанитарию в администрацию района. Правда, к старому рынку многие привыкли. И его снос стал для жителей окрестных домов настоящим шоком. Все в одном месте. Все товары. Хозяйственный магазинчик был. И овощи, и фрукты. Вот даже когда приболеешь, идешь. С реветней с маленькой можно дойти всегда. У людей, которые здесь, во-первых, потеряли рабочее место, продуктами они нас снабжали очень качественными, свежими. Всегда все можно было купить. Часто ходим, покупаем. Конечно, для нас это было неожиданностью, но в принципе не против. Потому что, конечно, антисанитария была. Но если построить хороший крытый рыночек, то мы, конечно, не против. Потому что привыкли уже к нему. В среду 22 дома в Куйбышевском районе Самары остались без воды. Коммунальные аварии и стихийные бедствия здесь ни при чем. Виной послужила неправильная проектировка водопровода еще в 90-х годах. Без воды остались в основном сотрудники Самарского резервуарного завода. Там и перекрыли кран. Сейчас этой проблемой занимаются как городские власти, так и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Подробности у Алексея Захарова. В Куйбышевском районе, в поселке 113-й километр, сложная ситуация. Здесь еще в 90-е годы 22 частных дома получали воду от Самарского резервуарного завода. Городской водопровод был подведен только к многоквартирным зданиям. Завод все равно подавал эту воду, обслуживая все эти трубы, не беря ни копейки с жителей района. Всех это устраивало. Жители Куйбышевского района стали жаловаться на качество воды, точнее бить во все колокола. Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура выяснили, да, эту воду пить нельзя, она техническая. И постановили отключить снабжение от Самарского резервуарного завода. В итоге 22 дома сидят теперь вообще без воды. В поселке 113-й километр живет много заводчан. На сегодня вариантов для решения проблемы несколько. Подключить дома городским коммуникациям это будет стоить 4 миллиона рублей. Жители могут также в складчину пробурить свои скважины, что тоже влетит в копейку. Мы понимаем, что большинство этих людей, наверное, не в состоянии сегодня финансово это потянуть. Поэтому надо искать тот путь, который устроит всех. Нужно сейчас срочно разбираться в этой ситуации, искать какой-то альтернативный вариант, альтернативный путь, потому что люди имеют право на то, чтобы у них была вода. Депутат Госдумы заверил, рассмотрят все варианты. И, если что, придется подключать бюджетные деньги. Алексей Захаров, Иван Карпов, События. Самара в ожидании весеннего паводка. Уровень воды в Волге выше нормы почти на 2 метра. В зоне риска в Самаре районы, прилегающие к водоемам. Красная Глинка, поселок Прибрежный, Сухая Самарка, Зубчининовка и другие. По прогнозам, большая вода придет в апреле-начале мая. На заседании межведомственной противопаводковой комиссии в областной администрации говорили, необходимо мобилизовать все силы и быть готовыми к паводку. И задача одна. Павод КОН будет. Мероприятия, которые связаны с предварительным расселением людей, если это необходимо, и оповещением, и домашнего скота и так далее. Там целый комплекс мероприятий. Мы должны продумать и все реализовать. Большой воде рады только на пожаре. В Самаре продолжается ликвидация последствий пожара, который случился в 88-м доме по улице Александра Матросова в ночь на 23 февраля. В огне погиб мужчина 85 лет. Еще одна пенсионерка получила травмы. Из дома пришлось эвакуировать 15 человек. О жизни на пепелище Павел Баймаков. Жильцы двухэтажки на улице Александра Матросова зализывают раны. Пожар произошел в канун Дня защитника Отечества. По словам жильцов, разгорелось внизу. Деревянная лестница вспыхнула, как спичка. Пламя в считанные минуты добралось до второго этажа. Седьмая квартира выгорела почти дотла. Именно здесь погиб мужчина. Ему было 85 лет. Пенсионер поспешил открыть дверь, услышав крики о помощи. Отец открыл дверь. Человек старый. Не смог ее обратно закрыть. И весь огонь вот этим столбом повалил в нашу квартиру. И он задохнулся от этого горюкого газа. Жильцам пришлось прыгать из окон, чтобы спастись. Хотя пожарные прибыли уже через несколько минут после возгорания. Александра Алексеевна как раз возвращалась в Самару, когда ей позвонила племянница. Их квартира от огня пострадала меньше других. Даже в такой ситуации женщина пытается сохранить оптимизм. Моя племянница у окна пожарники вытащили ее. Но она молодая девушка. Она быстро закрыла внутреннюю дверь. Там купить нашла, но совсем мало. Дверь отмоется, замок работает, свет есть. Газ обещали завтра подвезти. По словам жильцов, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Грешат на бездомных, которые постоянно греются в их подъезде. В доме ведутся ремонтные работы. Некоторым ставят новые двери, так как деревянные сгорели почти полностью. Управляющие компании готовятся к ремонту подъезда. Мы людям дали свет, мы людям дали воду. То есть отопление в доме во всем присутствует. На сегодняшний день нами подготовлено письма к администрации района. Был предварительный разговор с администрацией города по поводу восстановления подъезда. Вопрос с водоснабжением коммунальщики уже решили. Вода в краны поступила уже сегодня. Жильцам остается дождаться, когда в квартирах появится газ. Павел Баймаков, Иван Карпов. События. Разрешение на работу в обмен на отпечатки пальцев. Непременные условия к трудовым мигрантам. С этого года дактилоскопическая регистрация стала обязательным условием для приезжих, желающих устроиться на работу в России. По данным управления Федеральной миграционной службы, в прошлом году в Самарской области зарегистрировались более 200 тысяч иностранных граждан. Каждый восьмой получил патент или разрешение на работу. По количеству приезжих Самарской губернии на первом месте в Приволжском федеральном округе. В настоящее время в управление Федеральной миграционной службы Самарской области поступило соответствующее оборудование для проведения электронной дактилоскопической регистрации. Оно монтировано в отделах, осуществляющих оформление разрешения работы и патентов в городе Тольятти, Самаре и Сызрани. Кроме того, каждый трудовой мигрант должен владеть русским языком, не ниже среднего уровня. Для этого в Самарской области работают семь учебных учреждений на базе вузов, где проводятся курсы по изучению русского языка. Цена экзамена варьируется от 3 до 4 тысяч рублей. На учебу на персональном автобусе самарские депутаты взялись решить проблемы школьников из крутых ключей. В новом микрорайоне строительство школы пока в проекте, а уроки никто не отменял. Ситуацию обсудили на Думском комитете по образованию. Родителям первоклашек сейчас предстоит решить, в какую школу лучше отдать ребенка, чтобы можно было добраться без труда. В этом году прием первоклассников в школы Самары начнется уже 10 марта. По прогнозам, первый раз порог школ перешагнут 11,5 тысяч малышей. В департаменте образования говорят, эти цифры обычно отличаются от действительности. В прошлом году вместо ожидаемых 12 тысяч детей в первые классы пришли лишь около 10. Минимальный объем первоклассников, который определен, и места для них определены в школах, причем без нарушения санпиновских норм, то есть 25 человек в классе, это 10 600 детей. Самарские депутаты озаботились судьбой школьников в новом микрорайоне «Крутые ключи». Школу на 2500 мест там планируют построить только в 2015 году, а пока более 200 учеников вынуждены ездить на учебу в поселок Микзавод. Их распределили по четырем школам. Родители жалуются, добираться на уроки не очень удобно. Автобусов не хватает, а 33-я школа и вовсе находится далеко от остановки. Депутаты намерены вмешаться, договорились с городским департаментом образования решить эту проблему в течение месяца. Школьников из «Крутых ключей» будут возить на учебу на специальных автобусах в сопровождении взрослых. Решайте проблемы, разложите схему нам на мониторе. Мы выслушаем и обеспечите 100% доставку детей, охрану, безопасность и все прочее. Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Крутые ключи» уже начали строить. В следующем году он должен открыть двери для дошколят. Это значительно упростит жизнь родителей будущих первоклашек. Евгения Белова, Мурат Гасанов, События. Наученные горьким опытом, зимой солдаты песен не поют, зато активно вдыхают фитонциды. В армии решили обуздать коварные гриппы ОРВИ. Почему эпидемия солдатам не страшна, узнала Марина Кравцова. Утро бойца начинается с измерения температуры. В строю у каждого 36,6. В армии сезонной эпидемии простуды и гриппа воюют по всем фронтам. Казармы проветривают 7 раз в день, в кубриках проводят кварцевание. А тарелки с луком на подоконниках не для еды. Это дополнительная дезинфекция фитонцидами. Впрочем, народное лекарство солдаты и внутрь употребляют. Регулярно в столовой делают лук, чеснок. В одежде теплая, в расположении все нормально. Все тепло, отопление, хорошо все делается. На гражданке в Среднем Пасамарской области эпидемический порог превышен на 70%. А в 23-м мотострелковой бригаде заболеваемость вирусными инфекциями равна 3%. Введен особый противовирусный режим. Построения на улице в мороз сведены к минимуму, а солдат дополнительно утеплили. Запрещены песни. Строевые песни запрещены. Форма одежды. Дополнительно выданы тулупы, валенки. То есть те, кто в нарядах стоит на улице в ночное время караул. Палаты и медроты популярностью не пользуются. Да и редкие заболевшие надолго здесь не задерживаются. Их активно лечат противовирусными препаратами. В госпиталь срочников отправляют лишь в крайнем случае. Профилактика и поголовная вакцинация. Их оружие против гриппа. В ноябре месяце Министерство здравоохранения выделило вакцину против гриппа, включая и высокопатогеновый H1N1, которые были привиты в 100% военнослужащих к соединению 8 частей дислоцированной территории Самарской области. Расхожее мнение, что в армии молодые люди крепнут, оказалось верным. Осенью многие призывники прибыли в часть простуженными. Укреплять иммунитет хилым новобранцам пришлось армейскими методами. Теперь им никакой грипп не страшен. Марина Кравцова, Дмитрий Тарасов. События. Профилактикой займутся не только в армии. Региональную медицину переведут на профилактические рельсы. 150 тысяч жителей региона смогут пройти медосмотр за счет ОМС. Самарцев обследуют окулисты, невропатологи, хирурги, гинекологи, урологи и другие специалисты. Можно будет сдать кровь и сделать УЗИ. Региональный Минздрав сейчас определяется со списком тех, кого будут проверять в первую очередь. Это бюджетники, дети и пенсионеры. Но пройти осмотр может и любой желающий. Для этого нужно проявить инициативу. Это вполне реально. То есть достаточно обратиться в администрацию поликлиники, оставить свое заявление, указать координаты, с помощью которых вы могли бы пройти и поучаствовать. Плановые осмотры будут проводить в поликлиниках. Для этого специалисты даже перейдут на шестидневную рабочую неделю. Профосмотр обещают провести анонимно. Исторический центр Самары ждет преображения. В этом году городской департамент строительства и архитектуры разработает проект планировки территории от стрелки рек Волга и Самары до улиц Полевая и Агибалова. В проекте учтут правила застройки, развитие уличной сети, в том числе создание велосипедных дорожек, благоустройство парков и скверов, а также реконструкцию исторических зданий и памятников архитектуры. Одной из главных задач плана станет развитие территории, связанной с возможным строительством линии метро до станции Театральная. Новый облик приобретет и микрорайон Солнечный. Концепция развития территории площадью около 28 гектаров в границах улиц Губанова, Солнечная, проспект Кирова и Новосадовая уже разработана. Были сформулированы предложения по структурированию территории микрорайона, предложено новое благоустройство дворовых территорий и обеспечение жителей местами хранения автотранспорта и дворовыми площадками. По поручению главы Самары Дмитрия Азарова будет разработан проект планировки территории микрорайона Солнечный. Самара скульптурная. Шесть архитектурных композиций планируется установить на улицах города в этом году. Сказочные персонажи, заслуженные граждане, символы любви и даже глобус областной столицы. Члены оргкомитета «Культурная Самара» собрались на заседание для обсуждения макетов скульптур и возможных мест размещения. Знаковые места Самары объединит глобус. Ладья и Паниковский, драмтеатры, вокзалы, ракеты и набережная. Подобные архитектурные композиции есть в Лондоне и Иерусалиме. Размером они чуть выше человеческого роста, проект самарского монумента масштабнее. Это 4 метра высота, самчаб 2,5 метра в диаметре и 2 метра высоты. И, конечно, вот это сооружение, оно будет совершенно уникальное. Самара станет первым городом, где будет установлен глобус, памятник городу, памятник всем его жителям. Члены оргкомитета единогласно поддержали появление такой скульптурной композиции, но высказали ряд пожеланий. В частности, по набору и размещению зданий и достопримечательностей на глобусе. А по мнению Дмитрия Азарова, к месту размещения композиции необходимо подойти более обдуманно, учитывая появление новых общественных зон, в том числе на стрелке реки Самара. Все равно на это уйдет время, и на отработку самого проекта, и на сбор средств. Поэтому я это к чему относился? Чтобы при возможном размещении учесть и ближайшие перспективы развития городского округа и общественных пространств. Может появиться на улицах Самары любимый детский герой Буратино. В Самаре он монеты не зарывал, но здесь жил его литературный папа Алексей Толстой. На территории усадьбы писателя планируется установить инсталляцию. Мне бы хотелось, чтобы в текущем году мы эту структуру оборудованию открыли. У нас есть четкая привязка, это 130-летие Толстого. Также в Самаре в этом году могут появиться дерево любви Степан Разина-Книжна, бравый солдат Швейк, и даже инсталляция, которая так и называется. Знак, рядом с которым все фотографируются. Мария Иваткина, Станислав Левин, События. Курс валют на 1 марта. Доллар 30 рублей 51 копейка, евро 40 рублей 10 копеек. Осталось напомнить телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис круглосуточно на экранах своих смартфонов и планшетов. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!